Как 70 лет назад под звуки марша на железнодорожный вокзал Самара прибыл поезд Победа, локомотив, легендарный паровоз Лебедянка. А дальше два современных вагона. В них ветераны Куйбышевской железной дороги. Куда они отправились по прибытию и так ли сложно управлять паровым антиквариатом, узнала Мария Шпакова. На перроне железнодорожного вокзала по-настоящему празднично. Играют духовой оркестр и несколько сотен встречающих. С минуты на минуту на горизонте появляется поезд Победы. Поезд Победы привез ветеранов-железнодорожников. Путь, правда, небольшой. От Безымянки до вокзала. От правительства Самарской области, от нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, говорю вам огромные слова благодарности, потому что знаю, что вы до сих пор в боевом строю ведете огромную патриотическую работу среди молодежи. И то, что наши молодые люди, которые сегодня принимают участие в этом мероприятии, пели песни вместе с вами под боям, вместе с вами проехали эти километры на поезде Победы. О многом говорить. За моей спиной легендарный локомотив «Лебедянка». Массовое производство началось в послевоенное время. Сегодня он привез на железнодорожный вокзал Самары два вагона с ветеранами, которые уже отправились на парад памяти на площадь Куйбышева. Управляли антикварным локомотивом две команды машинистов. Электровоз, он только на электричестве едет. Тепловоз, то есть на дизельном топливе. А это на чем угодно можно топить. Хоть дровами, хоть чем. То есть войну даже на Дальнем Востоке с сушеной рыбой топили. В тот день доехали на углях. Праздничного настроения поездки добавили музыкальные пассажиры. ПЕСНЯ Небольшое путешествие на таком поезде – это одно из мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине парада в Куйбышеве. Мария Шпакова, Александр Тутко, Новости губернии.